Я Александр Александрович, приветствую вас в Афганистане. Приветствую вас, Владислав Иванович. Я рад быть, как вы приехали. Можно в отецный момент для нашей истории или для нашей государства. Представлю вам столет, мы поместим Александр Ильинович. И Сергей Викторович, и Сергей Викторович, и Сергей Викторович. Уважаемый Александр Иванович, с вами делегации. Я действительно рад приветствовать вас в нашей столице, в городе Героя Минска. И прежде чем начать нашу беседу, хочу поздравить вас, ваших коллег, жителей родной нам Владимирской области светлым и святым нашим праздником, Днем Победы. Эти дни мы как раз празднуем это великое достижение нашего народа. Это очередная годовщина этой Великой Победы. Я думаю, мы ее заслужили и свято будем беречь. Убежден, что ваш первый визит в нашу страну в статусе руководителя российского региона позволит на месте более быстро определиться с теми потребностями, найти нужных поставщиков, а может и заключить новые контракты. Наше правительство ориентировано на то, чтобы оказать вам максимальное содействие. Словом, все, на что мы способны, если это вас устраивает, мы готовы с вами в этом направлении работать. В ходе наших контактов с президентом России, Владимир Владимирович, мы постоянно говорим о необходимости углубления интеграции, производства и кооперации и, самое главное, импортозамещения. И вы знаете, у нас неплохо получается, даже больше того, чем мы ожидали. Считаю, в этом, в первую очередь, должны быть заинтересованы руководители регионов и предприятий, потому что вы на месте, вы там с людьми. Все, что необходимо было принять, подписать главами государств, правительствами, в основном сделано. Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали в сфере двустороннего сотрудничества. И надо сказать, что в 2022 году, если посмотреть торговля, у нас достигла своего наивысшего уровня с 2017 года и составила почти полмиллиарда долларов. И по сравнению с 2021 годом, в прошлом году увеличилось примерно 20%. По трем месяцам этого года также отмечается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Товарооборот увеличился почти на треть. Но во что бы то ни стало, нам эти темпы нужно сохранить. У нас часто бывают хорошие подъемы, а потом происходят спады. Вот этих зубов, этой пилы быть не должно. Мы поставляем вам сейчас и намерены предлагать далее продукцию машиностроения, станкостроения, деревообработки, химической, легкой промышленности, агропромышленного комплекса. Знаю, что есть пожелания по племенному делу, есть пожелания по мелиорации, многое другое. В принципе, вы делаете то, что делаем и мы. Может, немножко мы раньше это начали делать. Поэтому вы нас, Александр Александрович, можете рассчитывать в этом плане. Ваша продукция, химическая промышленность, машиностроение, станкостроение, продукты питания и многое другое знают в Беларуси. И она здесь очень востребована. Отечественная пассажирская, грузовая, сельхоз, коммунальная, дорожно-строительная техника, лифтовое оборудование отвечают уровню мировых стандартов. Их качество и надежность проверены многолетней эксплуатацией. Модельный рад и ассортимент постоянно обновляются. Поэтому к вашим услугам мы вам все покажем, все то, что вас интересует. Надеюсь, что в ходе своего пребывания в Беларуси вы с своими коллегами определитесь, что именно из техники сегодня Владимирской области необходимо. И мы в кратчайшие сроки, Александр Александрович, поставим эту технику вам. Но вы знаете, что Владимирская область – это родная наша область. Она такая, как Беларусь. Знаем, что вы не супербогаты, так же, как и мы. Все достается своим трудом, люди одинаковые. Поэтому у нас есть хорошая база, хорошая основа для нашего сотрудничества. Всегда к этому готовы. Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги. Благодарим вас за радушный прием нашей делегации. Спасибо за поздравления с нашим общим праздником 9 мая. Мы в первый день посетили музей великолепный и как раз экспозиции, которые представляют те трагичные страницы истории, годы Великой Отечественной войны. Там отмечены как раз и наши владимирские исторические личности, как Гастелло, который совершил подвиг здесь, как Юрий Левитан, который и объявил о начале Великой Отечественной войны, и объявил о победе. Поэтому мы прибыли в день вашего праздника, национального, день флага, гимна и герба. И поэтому от души поздравляем вас с этим замечательным праздником, который прошел буквально два дня назад. Республика Беларусь традиционно является давним надежным партнером для области. И у нас более 100 стран-партнеров. Беларусь занимает пятое место среди этого листа. Но я считаю, что это скорее стартовая позиция, которую надо улучшать. И улучшать позиции в нашем товарообороте, обмене в том числе культурными, туристическими услугами и так далее. У нас работают более 30 предприятий, учредителями которых являются гражданами Республики Беларусь. В целом, Александр Георгиевич, вы абсолютно правы, структура экономики Владимирской области и Беларуси, она очень схожа. Поэтому возможности и потребности к операции достаточно высоки. Действительно, Республика поставляет к нам оборудование, сырье для дальнейшего производства, конечную продукцию. Это и стекло, и изделия из стекла, путевое оборудование, различные инструменты и аппараты, измерительно-контрольное, медицинско-хирургические оборудования, нетканные материалы, специальные пряжи, изделия из пластмассы. И, конечно, особую строчку занимают средства наземного транспорта, общественный транспорт, сельскохозяйственная, коммунальная техника. Но вот от двигателей минского производства позволили нашей области войти в число регионов, где выпускаются тракторы и погрузчики под собственным брендом. Продолжение следует...